Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Разговоры по чесноку». Как всегда, в это время я, ее ведущий, Роман Полинсков. Сегодня у нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии Казанского Федерального Университета Сергей Иванович Янинг. Сергей Иванович, добрый вечер. Большое спасибо, что нашли время прийти к нам. Напомню, друзья, то, что уже конец июня, и, как обычно, в это время вузы начинают приемную кампанию. Об этом мы сегодня и поговорим. Сергей Иванович, вы как являетесь ответственным секретарем нашей приемной комиссии, вопрос, ну, начнем с легкого такого, почему именно надо поступать в КФУ? Ну, вопрос, нельзя сказать, что очень легкий, потому что, на самом деле, поступление в высшее учебное заведение, это выбор будущей карьеры и жизненного пути во многом. И поэтому, конечно, надо выбрать такой вуз, который помог раскрыть все возможности, даже скрытые возможности, которые есть у любого абитуриента, скажем, молодого человека. Вот, я считаю, что университет наш в течение двухсотлетней своей деятельности, он доказал, что это действительно уникальное, ну, скажем, образовательное учреждение, высшее образование, множество талантливых людей закончил наш университет. И поэтому я считаю, что и в настоящее время он достоин того, чтобы сюда поступали лучшие. А какие специалисты сейчас востребованы на рынке труда? В какие институты больше всего поступают? Уже, может, какие-то заявки? Ну, вы знаете, здесь не всегда можно провести параллель между востребованностью рынка труда и желанием абитуриентов. Потому что мы всегда знаем, что очень много хотят учиться на международных отношениях, лингвистики, либо на юриспруденции, экономике. Но нельзя сказать, что это те направления, в которых остро, сверхостро нуждается, например, ну, реальный сектор экономики. Поэтому, ну, здесь более сложное, так сказать, вот парадимое такое принятие решений, потому что на самом деле это складывается, это же престижность, это шкала ценностей, которая, ну, формируется у родителей, у детей. И вот постепенно здесь нужно сказать о том, что есть устойчивое мнение, что вот такие направления, они дают залог успеха, являются залогом успеха. Вот. Но вместе с тем, я бы сказал, что сейчас все более престижным становится направление, где требуются действительно хорошие специалисты, например, в IT области, математики, физики, у нас медики. Но тут, по-моему, комментировать не стоит, потому что медицина – это для всех понятное, что это очень востребованное, во-первых, и, во-вторых, это действительно очень нужная и очень важная профессия. Вот. Поэтому у нас подготовка вот тоже дополнительно привлекает внимание. Ну, и надо сказать о том, что, в принципе, наш университет для будущих бакалавров и специалитета, тех, кто после школы, например, поступает к нам, он предлагает 200 направлений подготовки. Вот. С профилями. Поэтому выбор достаточно большой. И вот эти 200, они практически охватывают большинство сфер деятельности будущего. Вот. Поэтому поступая к нам и выбирая одно из направлений, потому что абитуриент, он все равно как-то может реализовать себя. Тем более сейчас система у нас такова, что вы заканчиваете бакалавиат 4 года, и потом можете поступать в магистратуру еще на 2 года, причем в разные направления. То есть вы закончили философию, но почувствуя, что вы не философ, вы вполне можете пойти на эксплуатацию, предположим. Или можете закончить, ну, предположим, гидрометеорологию, и понять, что, ну, метеоролог из вас не получится хороший, или вам не так интересно, вы можете перестроиться и поступить, например, на экологию, или на другие направления. То есть вот два уровня образования позволяют более четко скорректировать, ну, выбор будущей профессиональной деятельности. Это вот тоже важно. Раньше 5 лет выбрал специальность, и все, и никуда. Сейчас все-таки 4 плюс 2 – это очень важно для того, чтобы в 17 лет очень сложно выбрать правильный путь, определиться, потому что, ну, просто многие еще и плохо понимают, чему и как учат в университете. Такое тоже бывает. Ну, вот как раз вы ответили на следующий вопрос, потому что до сих пор некоторые ребята не понимают, в чем же отличие прошлого специалитета, который уже, ну, ушел практически, сейчас, от отличия его от бакалавра и от магистра. То есть, как я правильно понял, отличие в том, что можно будет исправить свой ход действий. Ну, отличие, во-первых, в том, что раньше вам давали одно мороженое, а сейчас все-таки 2. Пусть в разных упаковках, но это 2 мороженых. Поэтому 2 мороженых – это лучше, чем 1. Одно вы поели, вам оно не понравилось, например, а второе очень понравилось. Поэтому, на самом деле, двух уровней образования – бакалавриат, предположим, и дальше второй уровень – это магистратура. Мне кажется, это неплохой ход, потому что в практике международные именно бакалавриаты и магистратуры, они утвердились. То есть, это не случайно, именно два таких направления. А специалитет – это все-таки вы выбираете одно образование высшее и заканчиваете, и дальше уже идете в реальный сектор экономики. Уже никаких других, но, может быть, там кто-то пойдет в аспирантуру, и все. А здесь выбора больше. Поэтому, на самом деле, вот эта система, она более, я бы сказал, такая демократичная. А как вы думаете, есть ли смысл идти на магистратуру на ту же специальность, где он учился на бакалавриате? Почему нет? Очень даже есть смысл. Потому что, например, для юриспруденца 4 года – это недостаточно, чтобы идти, например, в суд, в прокуратуру. То есть, все-таки у нас очень много выпускается юристов, поэтому государственные органы, связанные с этими направлениями, силовыми структурами, они стремятся к тому, чтобы к ним пришли наиболее подготовленные кадры. Естественно, 4-годичная подготовка и 6-годичная с магистратурой – это разные вещи. Поэтому у нас очень многие, заканчивая бакалавриат, например, юрфака, стремятся еще получить и магистерское образование. Тогда они уже не будут никаких иметь ограничений по выбору рода деятельности, связанной с юриспруденцией. Как у нас обстоят дела с бюджетными местами? По сравнению с прошлыми годами их стало больше или меньше? Ну, у нас обстоят дела неплохо, скажем так. Так, Казанский федеральный университет является одним из немногих вузов России, имеющим такое большое количество бюджетных мест. Общей сложностью у нас 5300 бюджетных мест примерно, плюс еще нам где-то 250 обычно выделяют по гослинии для соотечественников и иностранных граждан, в основном это из стран СНГ. Поэтому, на самом деле, мы на бюджет реально, на бюджет реально каждый год набираем порядка 5500 студентов. То есть, квасом полностью закрываем? Это немаленькие цифры, вот, это сопоставимые с Санкт-Петербургом, московским государственными университетами, Ломоносово. И таких вузов вообще, я бы сказал, наверное, как пальцы на одной руке. Их немного, вот, но есть крупные федеральные университеты, типа Южного федерального университета, либо Уральского федерального университета, но это сопоставимо по количеству, вот, с нами. Поэтому бюджетных мест много, вот, но это не свидетельство о том, что мы их с трудом закрываем. Слава Богу, закрываем их успешно и с очень хорошим баллом. Например, средний балл ЕГЭ в прошлом году у нас составил 76,4. Если вы умножите на 3 в среднем, то получите почти 230 баллов. Вузы с таким большим количеством бюджетных мест и имеющие такой проходной балл, тоже научную форму, таких вузов не так много. А какие институты у нас больше всего у вас требованы? Все-таки вы, когда заходите в двойку, видите, наверное, в какой из приемной комиссии стоит большая очередь? Вы знаете, вот, в приемной комиссии, во-первых, у нас прием идет по институтам, технические старика каждого института представляет. И если вы в разгар числа 3-го, 4-го или начиная после 27 июня и до 5 июля, самый пик, то увидите, то толпицы будут везде, практически у каждого института. Потому что в каждом институте есть привлекательные направления. Вот возьмем институт физики, например. Многих интересует нанотехнология, инноватика. Вот, предположим, такие направления. Геодезия и дистанционное зондирование, например. Если институт геологии, нефтегазовое дело, геология. Вот, то есть, очень тоже такие привлекательные. Институт химии, химический институт. У нас раньше он как бы в сиренечках был, а сейчас стал очень престижным. Почему? Потому что очень высокое качество подготовки химиков там. Прекрасная лаборатория, то есть, оборудование. Но сегодня это оборудование ничем не уступает Московскому государственному университету. Именно Ломоносову. Вот, поэтому, если вы пройдетесь, вы увидите везде очереди. Вот, казалось бы, новый институт, инженерный институт. Но мы посмотрим туда просто огромное желание поступать ребят. Вот, мы были сейчас на отборочные тестирования проводили в странах СНГ. И полно желающих именно там учиться. В инженерном? Да, в инженерном институте. То есть, там есть такое направление подготовки, как управление качеством. И почему-то у них очень востребовано. Это соблюдение ГОСТов разных и так далее. Вот, вопрос такой насчет института фундаментальной медицины и биологии. Не отталкивает ли тот факт, что они еще пока не получили аккредитацию абитуриентов? Ну, вы знаете, вот вокруг этого много всякой спекуляции. Вот, на самом деле, спекуляции идут на уровне того, что кто-то поступал, но не смог там учиться. Вот, кто-то не поступил. Вот, и есть так называемые недобросовестные конкуренции, которые формируют такую негативную среду. И либо обиженных, либо, так сказать, вот, недовольных тем, что появились конкуренты. Поэтому, должен сказать, что у нас восстановление медицинского образования в университете произошло недавно, то есть в 13-м году. То есть это только-только вот произошло. Вот, а все знают о том, что аккредитация всегда проводится только в случае первого выпуска. То есть, если у нас выпуск будет, мы получим аккредитацию. Лицензия на образовательную деятельность была получена еще тогда, в 13-м году. Тут никаких вопросов нет. И я должен сказать, что за эти последние три года огромный рывок сделан в развитии этого института. Вот, у нас не только, собственно, учебные там подразделения, кафедры созданы, но у нас и клиники в составе университета, и большое количество врачей. Вот, что вообще для бывших медицинских вузов это недоступно. Университет же в кратчайшие сроки решил эти вопросы. То есть, как бы, единый кластер образовательный и лечебный. То есть и клиники в составе университета. Вот, это же очень здорово. То есть и наука, и практика, они смыкаются, и в середине этого находится сам студент, который одновременно и учится, и приобщается уже к практической деятельности врача. И все это внутри одного образовательного учреждения. Это очень важно. То есть получается так, что те ребята, которые у нас поступают на ИФМИП, они сначала будут работать в симуляционном центре еще, который у нас есть. Нет, они, что такое, они не работают в симуляционном центре. Симуляционный центр, это, это как, ну, скажем, центр освоения практики. На это место, работают над собой, чтобы они освоили их. Да, 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 там, что такое симуляционный? То есть они, прежде чем их доступят, допустят живому, так сказать, скажем, больному, вот, они должны... Попробую лечить манекены сначала. Да, они даже там не манекены, а там же внутри, значит, программное обеспечение. То есть программы телены, повреждения печени, варианты лечения ее, например, там, или какие-то нарушения, там, переломы костей. То есть там моделируются самые разные варианты и на этих манекенах, и они отрабатывают на них методику лечения. Причем все это выводится на мониторы, и одновременно они записывают все это. То же самое стоматологи. То есть там, конечно, создан этот уникальный совершенно центр симуляционный, который позволяет по-новому учить врачей. Уже по-настоящему с современными технологиями. Не как раньше с градусником, так и с трубочкой для слышания дыхания, вот, а уже совершенно на новой технологической основе. Вот, поэтому я думаю, что у студентов, которые поступают в этот институт, у них очень большое будущее, они действительно станут прекрасными специалистами в своей сфере. И уже на новой технологической, скажем, научной основе. Ну, такой-то подготовкой действительно должны стать. Вопрос у битурентов складывается такой, то, что в чем отличие контрактной формы обучения от бюджетной? Ну, отличие, прежде всего, в источнике финансирования обучения. Бюджетная форма обучения – это финансирует правительство Российской Федерации, то есть это, ну, как бы государственное финансирование. Причем это государственное финансирование предусматривает не только затраты за обучение, но и также выплату стипендий. У нас выплачиваются академические стипендии. Ну, у нас разные формы стипендий. Ну, вот, в частности, самая распространенная – это академическая стипендия. И, в общем-то, вот эти основные привилегии, которые имеет бюджетник, то есть он учится как бы бесплатно и еще получает стипендию. Вот. А контрактник – это, скажем, студент, который полностью покрывает стоимость обучения, ну, которая утверждается самим вузом, исходя из нормативов Министерства образования и науки Российской Федерации. То есть Москва определяет нормативы, ниже которых она, ну, как бы, на уровне которых она финансирует бюджетников. И контрактники должны, естественно, платить не меньше, чем государство платит за бюджетников. Понятно? А в этом году какие? Ну, вот, то же самое. Ну, у нас разные. У нас есть от 80 тысяч, предположим, нормативы до 130 и выше. Разные, значит, нормативы есть. Дорогое образование сейчас по… Это в целом, это имеется в виду те, кто там, большую затрату на расходные материалы. Там, где много практических, в том числе с химией, биологией, например, физикой связанной. Вот. Поэтому там с полевыми работами, там, естественно, образование подороже. Вот. Но, кроме того, университет еще сам определяет, исходя из конкурса, ситуация, где можно добавить, например, у нас нормативы пониже, но фактически цены там соответствуют, ну, другим группам норматив. Это связано еще во многом с конкурсом и престижностью. Вот. Тем, те, где люди готовы платить за образование. А это такие направления, где очень большой конкурс, в том числе на платное обучение, это экономика, юриспруденция. Там многие вообще не задают вопрос о стоимости обучения. Им нужно получить образование. Именно то, которое они хотят. Вопрос еще такой, это насчет, хотелось узнать, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, то, что в этом году направление пиар, наконец-таки, получили свои бюджетные места, 5 бюджетных мест, а будут ли как-то с остальными? Десять. А, десять, да, все-таки? Да. По пять же нам не дают, так. Это раньше было. Десять бюджетных мест, но это все равно мало. Ну, уже что-то. Да. А с остальными отделениями будут ли как-нибудь? Ну, я должен сказать, что Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций вообще очень интересный, сам по тебе институт, потому что это, там много реорганизаций было разных, вот, это фактически политологический, и, с одной стороны, это политологическое направление такое, а с другой стороны, это, скажем, журналистское, журналистика. То есть два таких ответвления. Вот. У нас в истории университета журналистика, она в разных формах была, присутствовала в историко-филологическом факультете, потом были другие там структуры и так далее. С психологами тогда еще были. Да, то есть разные были варианты. Вот. Сейчас это, на сегодня это тоже такой достаточно интересный институт, я бы его назвал политологическим таким, вот, и именно, и журналистским. Вот. Поэтому институт интересный, и в этом году, кстати, у нас большое событие произошло, наконец-то, университет получил лицензии на набор, значит, на направление подготовки телевидения и медиакоммуникации. Это новые, значит, совершенно направления, которые вот у нас, они раньше присутствовали внутри журналистики, как профили. Сейчас это самостоятельно. То есть, на самом деле, это позволяет университету расширить, ну, и углубить уровень подготовки журналистов. И в области электронных СМИ, например, и также в области телевидения, вот, международной журналистики и так далее. То есть, это очень радует, что такие возможности открыты. Сейчас и там даются и бюджетные места, хотя немного, но там, кстати, вот в основном платное обучение есть. Вот, потому что привлечение, очень многие привлекают именно гуманитарные эти направления, и особенно журналистик, телевидение. У нас особых проблем нет с набором именно на платное обучение здесь. Насчет ЕГЭ хотелось бы поговорить, насколько сдают успешно в этом году, уже результаты известны. Ну, вы знаете, вот, сказать, насколько успешно сейчас сложно. Почему? Потому что на сегодня официально известный результат только по русскому языку. Вот, кто-то хорошо сдает, кто-то очень хорошо, кто-то ниже значительно того, что они ожидали. Потому что экзамен, это всегда при всей, значит, при всем уровне подготовки, это известный лотерея. Ну, бывает иногда, человек то ли перенервничал, то ли заболит что-то, у него отвлекается. Мало ли всякие бывают ситуации, не в духе, как мы иногда говорим. То есть, на самом деле, экзамен ЕГЭ – это специфический такой экзамен, вот, и не всегда, ну, получает те результаты, на которые рассчитывают. Поэтому, в целом, по сравнению с прошлым годом, статистика примерно близкая, вот, никаких таких революционных там изменений нет, потому что технологии уже отработаны в основном. Вот, уже второй год осуществляется ЕГЭ, сдача ЕГЭ под камеры. Я сам являюсь членом Государственной комиссии Республики Тадаштан. И вот, часто бывает, не часто, но иногда бывает конфликтная ситуация, показывают. То есть, практически, сейчас, с любой точки России, в том числе из Москвы, можно наблюдать весь процесс сдачи ЕГЭ. В каждой аудитории, везде, кто как себя ведет, все это записывается. Если, скажем так, нервничает или подозрительно ведет себя школьник, то его могут подойти, проверить по команде, даже откуда-то там общись, наблюдатели. То есть, на самом деле, сейчас отработана довольно здорово технология вот этого контроля за объективностью ЕГЭ. Вот, поэтому это радует, потому что, на самом деле, чем более объективно будет экзамен проводиться, тем будет понятнее, что и объехать, и обойти бездельнику не удастся. То есть, надо будет заниматься. Вот, то есть, другого варианта нет. Это очень важно, вот, потому что престижность ЕГЭ, это формирует соответствующую среду и отношение к учебе. Вот, чем лучше ты сдаешь ЕГЭ, значит, ты престижней, вот, ты поступаешь в хороший ВУЗ. Поэтому в этом году, я думаю, мы ожидаем картину примерно такую же, как и в прошлые годы. Вот, хотя у нас там были всплески и не всплески, вот, по-разному было. И надеемся, что именно хорошие ребята с хорошим результатом придут к нам. Ну, у нас средний результат по республике обычно бывает где-то 40-50 баллов, вот, в этой. Ну, вот, а мы набираем, соответственно, если на бюджет, на первый курс, очно, посчитайте, вот, мы набираем где-то в пределах 75-80 баллов. То есть, посмотрите, то есть, в среднем в два раза лучше, чем по республике. То есть, мы все-таки отбираем лучших. Ну, и не только с республики. У нас третья часть, каждый третий, это за пределами республик Татарстан. Это из Приворского федерального круга и других регионов. Стоит ли полностью доверять именно этому результату? Потому что списывание все равно никто еще не отменял. Ну, вы знаете, вот, давайте так. Мы только приехали сейчас из Ташкента. Каждые, ну, уже несколько лет, с 13 года мы там проводим вступительные испытания. В Центре, Российском Центре науки и культуры. Ну, Россотрудничество, скажем так. Ну, посольская структура. Там многие вузы проводят. И мы в этом году проводили и сделали так, что мы не просто проводили тестирование. То есть, они писали письменные работы, но еще и проводили собеседование. То есть, глазу на глаз. То есть, одно дело можно было списать или что-то там попытаться сделать. Но мы построили работу таким образом, что практически мы там несколько дней писали, и каждый день были новые варианты. То есть, утечки практически не было. И мы получили чистый результат. То есть, те, кто с головой, они написали хорошо, списать было невозможно. И вот ЕГЭ, оно именно по этому пути движется. То есть, там индивидуальные задания, которые раздаются на каждого школьника. То есть, у соседа другие. И вот это видеонаблюдение, контроль. Это проход через, значит, металлическую рамку, чтобы вы не проносили телефоны. Сейчас наличие телефона, даже не включенного, но если он обнаружен при ребенке, то это основание его удалить с экзаменов и аннулировать результат. А если он еще пытается что-то делать, естественно, это уже криминал довольно серьезный. Вот поэтому я считаю, что в настоящее время для подавляющего большинства ЕГЭ становится реальным. Вполне индикатором уровня подготовки. Я не хочу сказать интеллекта, потому что измерить интеллект – это очень сложно. А вот реальный уровень подготовки по госстандартам, которые приняты для школ, например, это вот и есть. У нас осталось не так много времени, поэтому предлагаю сейчас быстренько пробежаться с вопросом, который мы нашли на форумах. Сейчас уже начинают ребята писать. Я, с вашего позволения, их буду зачитывать. Первый вопрос – что делать школьнику, который средне написал ЕГЭ и хорошо справиться с внутренними экзаменами, но баллов на бюджет ему не хватает? Идти на контракт или на другое направление? Ну, вопрос такой странный, потому что ЕГЭ мы всех набираем по ЕГЭ. Не по ЕГЭ набираем только тех, кто поступает на творческие направления подготовки, ахиедницы и профессиональные подготовки. Ну, например, у нас это будет дизайн, например, рисунок, вот, или журналистика, творческий экзамен по журналистике. Вот это исключение. А все остальное идет по ЕГЭ. Поэтому какие-то другие испытания тут не предусмотрены для подавляющего большинства. Они представляют ЕГЭ только на это, но не рассчитывают ни на какие внутренние экзамены. Вот, это одно. Но, и если ЕГЭ неважное, то, конечно, рассчитывать на бюджетное место сложно, потому что в процессе сдачи вступительных испытаний мы даем сдавать эти испытания только тем возможностям, кто по закону имеет право. Школьник, получивший аттестат, по закону должен давать только результаты ЕГЭ. А внутренние испытания – это СПО, среднее профессиональное образование, либо это иностранцы, либо это инвалиды, которые в состоянии здоровья не смогли сдать. ЕГЭ, вот им предоставляется право внутренних испытаний. Вот и все. Поэтому, если неважно ЕГЭ, то результат однозначный. Если удовлетворяет, подвожу нашим требованиям, то мы предложим контракт никаких вопросов. Вот, допустим, такая ситуация. Два школьника, один призер Олимпиад, другой набрал достаточное количество баллов по ЕГЭ для бюджета. Кому отдадут приоритет вместо? Ну, приоритет там тоже. Олимпиадник у нас абсолютный, скажем, приоритет имеет победители Всероссийской Олимпиады. Так называемые всероссы. То есть пятый, заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Это получить такой диплом, это заветная мечта, естественно, детей, потому что он открывает путь, либо приемом без экзаменов, то есть мы в системе ставим 300 баллов сразу, то есть 100 баллов по каждому предмету засчитываем, либо это, значит, если он поступает не по профилю, то по тому предмету, который у него есть, Олимпиаду, может, 100 баллов мы ставим. Вот. Это, безусловно, Олимпиадник. Если он победитель Всероссийской Олимпиады и идет по профилю, естественно, он автоматом фору любому дает. Ладно, идем дальше, следующий вопрос. Играет ли роль наличие золотой или серебряной медали из школы при поступлении? Я должен сказать, в этом году, безусловно, играет. Что-то в последние годы какие-то эксперименты проводили, то отменяет медали, то восстанавливает вновь. Я считаю, для средней школы обязательно наличие медали должно быть. Она не случайно в 19 веке была введена, медаль, как высший знак отличия для очень хорошо успевающих и способных детей. Вот. В этом году Минобор науки РФ официально, значит, предлагает в индивидуальных достижениях обязательно учитывать результаты вот аттестата. Аттестата в прошлом году с отличием назывался, а в этом году это аттестат с медалью. То есть мы 5 баллов наш университет дает тем, кто получает аттестат с медалью, вот. А 5 баллов это не так много, то есть не так уж и мало, если в целом, если они хорошо ЕГЭ сдают, это дополнительные форы. Вот. У нас еще есть и за нашим, и же региональный предмет Олимпиады университетские, Павловская научная конференция школьников. Мы тоже там 2 или 1 балл даем за участие в этих мероприятиях. Это делается для того, чтобы поощрить участие школьников в мероприятиях, проводимых самим университетом. Еще один вопрос. Сколько еще будет длиться специальное предложение для крымчан по поводу отдельных мест на определенные направления? Ну, вы знаете, в этом году у нас, собственно, это уже третий год, с 2014, 2015, 2016 года, значит, предоставляются особые права. Это связано с тем, что Крым вошел в состав Российской Федерации. Естественно, система образования там немножко отличалась от действующей в России. Она перестраивается, и поэтому, чтобы поддержать, вернее, крымских выпускников в школу, дать им возможность на равных конкурировать, для этого были введены квоты. То есть каждый вуз выделяет определенное количество мест в зависимости от КЦП, которые у них есть. И на эти места объявляется набор только крымчан. То есть они, если, например, там место по геологии мы выделили одно, там, предположим, три заявления будут. Они могут либо результаты ЕГЭ представить, и у кого будет более высокое ЕГЭ, они пройдут. Либо они внутренние испытания сдают тоже по результатам. То есть все зависит от того, какое количество баллов они набирают. То есть они конкурируют только между собой. То есть они тоже отдельной категории считаются? Конечно. Ну, такая же, как вот особые права, кто имеет. Те инвалиды, сирот. Вот они. Такая же конкурсная группа. Но на самом деле практически мы набираем не более 20 человек. То есть это не очень небольшие группы. Это связано с тем, что Крым у нас, особенно никогда, находясь в составе Украины, он не попадал в поле зрения нашего университета. И крымские школьники, они не часто поступали в университет. Это, я бы сказал, единичный случай только. Ну вот сейчас как получается? У крымских ребят больше уже интерес идет к КФУ? Ну, вы знаете, из года в год, да, немножко начинает набирать. Вот. Желающих больше становится. Но опять-таки массового такого наплыва нет. Если бы нам разрешили там проводить, вступить на испытания, конечно, мы набрали бы там, может быть, и 100, и 200, и 300. Без вопросов. Потому что большинство крымчан сдерживает сама процедура. То есть они обязательно вступить в испытания должны сдавать здесь. Если они внутренние испытания сдают. Если ЕГЭ, то да, они дистанционно. Но многие еще у них, кроме ЕГЭ, внутренние сдают экзамены. Это, конечно, сдерживает. Потому что не каждый соберется лететь в Казань, но с неизвестным результатом. А вдруг он провалит экзамен. Правильно? Ну и вдобавок еще транспортную систему еще не до конца у них. Если бы мы там, на месте проводили вступительные испытания, нам было бы, конечно, проще все это сделать. А планируется такое, нет? Ну нет. Мы в данном случае не можем сами по себе планировать такие вещи. Потому что все, что связано с приемом граждан Российской Федерации, жестко лимитируется и форматируется Министерством образования и науки РФ России. Только министерство, наш учредитель, вправе принимать такие решения. То есть если дадут добро, то... Да, если они разрешат, так никаких проблем. Но, скорее всего, такого не будет. Потому что Крым в ближайшие годы перейдет на ЕГЭ однозначно. И уже будет на роде со всеми регионами. Скорее всего, наверное, уже с 2017 года. Таких особо год не будет. Пожелайте что-нибудь нынешним абитуриентам, которые уже на пороге того, чтобы получить свой аттестат, и идти прямиком в приемную комиссию. Я должен сказать, пожелать, собственно, два пожелания. Первое – это завершить успешно сдачу ЕГЭ. Она еще продолжается. Вот. Это первое пожелание. И второе пожелание – это выбрать именно тот вуз, с которым вы свяжете свою будущую судьбу, возможно, и карьеру в будущем. Вот. И я думаю, что Казанский университет – это тот университет, который стоит выбирать. Хорошо, большое спасибо. Ну что ж, друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что гостем у нас сегодня был ответственный секретарь перерывной комиссии Казанского федерального университета Сергея Ивановича Аненко. Сергей Иванович, вам большое спасибо, что вы пришли к нам, рассказали нашим абитуриентам уже, что здесь их ждет, как поступать. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. Присоединяюсь к словам Сергея Ивановича. Удачи вам, терпения. И, надеюсь, вы успешно задаете экзамены. И мы уже увидимся с вами здесь, в Казанском федеральном университете. Ну что ж, всем спасибо. Пока еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова